Цены на продукты в магазинах выросли. Многие ульяновцы отказались от покупки сезонных овощей. Отмечают вкус импортных огурцов и помидоров, значительно уступают тем, которые росли на грядке. Обнадёживает предстоящий дачный сезон. Его откроют уже 16 апреля. Полмиллиона ульяновских садоводов вновь вернётся на свои участки. Возьмётся за лопаты и лейки. В прошлом году они вырастили 30 тысяч тонн плода овощной продукции, включая яблоки и груши. Часть продали на ярмарках. В этом году число площадок для торговли увеличат. Об этом сообщил глава региона. В наших интересах оказывать помощь садоводам в сбытии избыточного урожая. У них должен быть достаточно лёгкий выход на рынок. В частности, эффективным может стать формат регулярных ярмаров. Чтобы урожай радовал, внимание уделяют не только почве, но и состоянию садовых товарищей. В том числе подъездным дорогам. На это в прошлом году пошло больше 25 миллионов. В этом сумма удвоилась. Однако с учётом роста цен её хватит лишь на 11 СНТ. В прошлом году у нас была сумма выделена на 25 миллионов. В этом, значит, 50 миллионов рублей. Это на дороге, подходящее до СНТ. Что очень актуально на сегодняшний день для садоводов. Так как средний возраст наших садоводов сейчас уже станет 35-40 лет. Все едут на машинах, значит. Многие приезжают на участки с семьёй. Пока родители занимаются огородом, детям хочется поиграть на детской площадке. К слову, она есть почти в каждом СНТ. С благоустройством помогают областные субсидии. Их можно получить по нескольким направлениям. Это работа по строительству, ремонту, реконструкции подъездных дорог, водопроводов, линии электропередач и благоустройству территорий садовых товариществ. Всего, начиная с 2010 года, СНТ подали заявки на сумму 221,5 миллиона рублей от выполненных работ. А общая сумма субсидий из регионального бюджета за этот период составила 93,2 миллиона рублей. Это и есть компенсация в 45%. Её садоводы получают ежегодно через региональное профильное министерство. Субсидии помогают улучшить садовые товарищества. Но есть и те, кто до сих пор ждёт помощи. Это 8 СНТ в Новоульяновске. Чтобы решить проблему, раз и навсегда Алексей Русских предложил сделать его районом Ульяновска. Кроме того, обсудили транспортное сообщение. В будние дни будет ездить 30 дачных автобусов. Это 133 рейса за сутки. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.